Друзья, всем привет! Меня зовут Наталья Носова и я отвечаю на детские и не только вопросы. Сегодня я отвечу на вопрос Никиты Лобанова. Расскажите, пожалуйста, что и по какой причине полоскает енот? Ну что ж, давайте попробуем разобраться. Ну, во-первых, немножечко о енотах. Енот – это удивительный совершенно зверь. Живет он в Северной Америке. Выглядит он очаровательно. У него густая серая шерстка, у него вокруг глаз темная маска, такая напоминающая маску бандита, у него прекрасные пальчики на передних лапах, очень тонкие длинные пальчики, похожие, собственно говоря, на пальцы человека. И даже отпечаток лапы передней енота очень похож на отпечаток человеческой руки. Единственное, пожалуй, такое важное отличие, что большой палец у енотов не противопоставлен всем остальным, а в остальном очень похоже. Ну и похожи мы не только в устройстве руки, но и похоже также в том, что наши руки, как и руки енотов, или их руки, как наши, очень чувствительны. И как вы своими пальчиками можете, даже закрыв глаза, ощупать какой-то предмет и определить, что это, так и еноты используют свои чувствительные пальчики для того, чтобы, например, найти какую-то свою добычу. Живут эти зверьки в лесах, ну, в основном они предпочитают лиственные или смешанные леса, в хвойных лесах не встречаются, как правило. Часто они селятся у водоемов, и вот в водоемах, где на дне скапливается ил, они нередко ловят свою добычу. Рыбу или каких-то ракообразных, для этого они опускают свои лапы в воду, и этими лапами шарят по дну, переворачивают камушки, таким образом отыскивая добычу. И вот эту вот добытую в речке или в каком-то ручье добычу они прополаскивают в воде перед тем, как съесть. Случается, что они поласкают и просто какую-то еду, которую они добыли не в воде, а где-то недалеко от водоемов. Если водоем расположен рядом, они тоже это могут делать. Вопрос возникает, а зачем? Ну, знаете, наверное, такого прям абсолютного ответа на этот вопрос нет. Это поведение у енотов инстинктивное, это такая вот жесткая программа поведения, которая передается по наследству от родителей енотов к детям-енотам. И делают они это не потому, что они такие необыкновенные чистюли, а просто у них срабатывает такая программа, инстинкт, и в тот момент, когда они отыскали какую-то еду в водоеме, они начинают ее поласкать. Есть еще одна версия. Дело в том, что питаются они, конечно, не только водными животными, они и ловят всякую мелкую добычу на берегу, и вообще это животные, в общем, можно сказать, всеядные. Они едят все, что мало-мальски годится в пищу. Вот. И могут в том числе иногда съедать, поедать каких-то мелких зверьков или птиц. И вот есть такая немножко страшная версия, что перед тем, как есть, они свою эту добычу заполаскивают до смерти. Ну, вот не знаю, насколько эта версия действительно правильная. Вот. И тем не менее, действительно, такое поведение у них есть. Не случайно русское название одного из видов енота – это енот-полоскон. Именно по такому хорошо известному нам всем поведению. Но если енот добыл пищу далеко от водоема, конечно, он не побежит разыскивать водоем для того, чтобы эту пищу непременно прополоскать. И даже если пища окажется грязной, его это не остановит, он с удовольствием это съест. Итак, друзья, поскольку мы с вами находимся в Дарвиновском музее, у нас прекрасная коллекция, то мы сможем с вами вблизи рассмотреть енотов, посмотреть, как они устроены, как окрашенных мех. Вот передо мной два очень симпатичных товарища. Посмотрите. Во-первых, очень хорошо мы с вами можем рассмотреть их мордочку, которая украшена такой настоящей бандитской маской. У них такие удивленные белые брови, которые эту маску окаймляют. У них лапки, которые, во-первых, снабжены довольно крупными когтями, а во-вторых, вот можете посмотреть, здесь хорошо видно, что у них пальчики с мягкими подушечками, примерно таким же, как у нас. И мы с вами уже говорили о том, что их пальчики очень хорошо приспособлены для того, чтобы ощупывать все предметы, чтобы манипулировать предметами. И ручка у них, в общем-то, похожа в чем-то на человеческую. В зимнее время, в тех местах, где бывает зимой довольно холодно, еноты могут довольно длительное время проводить в состоянии сна. Для этого они выбирают большие деревья с крупными дуплами, забираются в эти дуплы, и иногда в одном дупле может скопиться довольно большое количество енотов, ну, порядка десяти. Кстати, на взрослом нашем канале мы снимали забавное видео, как проводит Новый год «Три медведя и енот», вы можете его посмотреть, ссылка будет в описании к этому ролику. В нашем музее еноты есть не только в хранилищах, есть и в экспозиции, и вы можете увидеть енотов сзади зоогеографии. Ну, а мы продолжим. Ну, вот я вам рассказала, какой енот милый, да, вот он такой хорошенький, у него такие лапки с длинными чувствительными пальчиками, у него густая приятная шерстка, у него маска черная на морде. И, несмотря на это, не думайте, что енот – это прекрасное животное, которое стоит завести дома. Сейчас я вам расскажу, почему. Потому что, на самом деле, енот не только выглядит как маленький пушистый обаятельный бандит, он и ведет себя в домашних условиях примерно так же. Еноты – существа интеллектуальные, а интеллектуальные животные не лишены любопытства, они все исследуют, что вокруг них находится, они везде пытаются залезть, и поэтому, если вы дома заведете енота, то он быстренько вашу квартиру превратит в абсолютный бедлам. Он умеет открывать все ящички, он может спокойно забраться до потолка по вашей мебели, потому что он прекрасно лазает в природе, например, по деревьям, он с удовольствием сгребет все ваши любимые вещи, например, любимый мобильный телефон, все это тщательно прополучит. Так что, на самом деле, да, зверь очень интересный, с необычным интересным поведением, с интеллектом высоким достаточно, но при этом, пожалуй, это не самое лучшее домашнее животное. Надо сказать, что в городах США на своей родине еноты сейчас представляют прям настоящее бедствие. Они по ночам собираются большими шайками, грабят помойки, крадут корму домашних животных и, в общем, на самом деле, иногда доставляют людям большие проблемы. Действительно, родина енотов Северная Америка, но эти пушные животные, шкуры которых использовались для того, чтобы шить, например, шубы, в 20 веке, в начале 20 века были завезены и в Евразию, и расселены во многих странах, в том числе и в нашей стране. Ну, например, до сих пор довольно большая популяция енотов живет в Краснодарском крае. Живут еноты в Белоруссии, в Киргизии, во многих странах Европы. И поначалу казалось, что это прям прекрасно, что это вот такой вот новый охотничий вид, он разнообразит нашу фауну, но впоследствии оказалось, что еноты, хоть и они действительно очаровательны, в общем, на самом деле могут наносить серьезный вред, могут приносить урон местной фауне и, к сожалению, нельзя сказать, что прям вызывает восторг абсолютный то, что енот был заселен в Евразию. Ну что ж, друзья, я надеюсь, ответила на этот вопрос. Не забывайте присылать нам свои новые вопросы, мы с удовольствием будем на них отвечать. Пишите свои вопросы в комментариях и приходите к нам в музей, мы всегда рады встрече с вами. Всем пока!